Активы, они схлопнулись в связи с тем, что идет списание каких-то неработающих займов и так далее. И на самом деле на фоне этого, то есть мы где-то, я так понимаю, 25-26 триллионов были, как банковская система, и где-то на полтора триллиона активы уже уменьшились в сегодняшний момент, на 8 месяцев, наверное, до конца года еще немножко уменьшится. Это первый год, когда мы не видели роста депозитов, но там было несколько причин на 6 месяцев. Одна из них, на самом деле, валютная составляющая, потому что там значительная часть депозитов по-прежнему в долларах. И если на 6 месяцев смотреть, то доллар, он по отношению к началу года, там динамика была такая, что как бы вся отчетность деньги идет, соответственно, это как бы меньше было. Наверное, из, в том числе, уроков кризиса, несколько основных. Первый, вот очень большие кредиты, которые могут сильно влиять на финансовый результат в одну или в другую сторону, это не есть, это достаточно опасно. То есть какая-то очень большая концентрация в отдельные займы, в отдельные сектора, это, ну, наверное, такой урок, который вынесли все. Потому что, с одной стороны, да, в течение многих лет мы говорили о том, что в стране, в принципе, скажем так, тот сектор, который является наиболее кредитоспособным, то есть нефтегазовый и прочие экспортеры, а он является, он как раз тот, которому кредиты не нужны вообще, да, потому что он в целом скорее размещает депозиты, нежели кредитуется, а если кредитуется, идет за рубеж и привлекает деньги по таким ставкам, которые, там, нашим банкам и не снились, да, скажем так. Вот, соответственно, роль при кредитовании казахстанских банков, она была, это внутренний спрос, это кредитование вот всего-всего остального, да, и розницы, и потребления, малого бизнеса, и вы отметили сектор недвижимости, да, сектор недвижимости, который, там, в разные годы давал достаточно большой прирост общему ВВП страны, если посмотреть в разбивки. Вот, наверное, что меняется сейчас, в целом, все понимают, что разовые большие кредиты, это, и большая концентрация на отраслях, это не решение. С большим кредитом приходит и очень высокая волатильность. То есть чуть-чуть проект пошел не так, на фоне, неважно чего, инфляция выше оказалась, не знаю, в России, там, какой-то внешний эффект, валютная составляющая, потребление ниже, чем ожидалось, да, и, соответственно, то движение по необходимости до провязывания настолько большое, что может убить, там, прибыль работы банка за полгода. Вот, поэтому, наверное, это первое, то есть нарастить кредитный портфель несколькими большими сделками достаточно несложно, и это ровно то, что, ну, по крайней мере, в нашей кредитной политике мы не делаем. Вот, поэтому, соответственно, фокус идет на два сегмента. Это традиционные в рознице, мы вчера запустили новый продукт, кредитные карты для населения, мы, там, не первые на этом рынке, ну, надеюсь, там, понравится пользователям, потому что, в принципе, понятно, что с ним делать и как его предлагать. Чуть более удобная форма, чем брать кредиты, скажем, вот эти потребительские. С одной стороны, это малый бизнес, это, ну, малый бизнес, это, там, огромное количество и с точки зрения занятости, и доли какой-то ВВП и так далее. Вот, региональные компании, там, где идет реальное производство, и где, ну, вот, я там за полгода по два раза был во всех городах Казахстана, много встречаюсь, стараюсь общаться и с бизнесменами на местах, коммерсантами, в принципе, понимаешь, из чего складывается наш региональный ВВП, и как он привязан к большим трендам, и что имеет смысл кредитовать, а где нужно быть аккуратнее.